всем привет технохаус в этой серии расскажем как оцифровали блок как он был сканирован как его обработали как все делали и покажем что из этого получилось надеюсь все это будет работать и выполним это все в металле вот смотрите специалиста зовут димка вот так прорисовывается деталь это идет сканировка сейчас мы сканируем эту деталь вот эти детали и потом в программе fusion переделаем это все под наши нужды так то все прорисовывается потихоньку и получается деталь ну не совсем в твердом теле но слушай дим ну она уже почти в твердом теле получается рендерить все равно надо так называемая полигональная сетка будет сначала облака точек ну вот видите в этом не совсем понимаю но приходится с этим нам работать и помогают нам в этом айти специалисты зовут дмитрий это наш новосибирский специалист но это все-таки да это не тело это система сетки облака точек сканеру выпускаются у нас но кузнецкий между прочим вот эти сканеры делают но кузнецкий допуст две сотки две сотки как сканер называется scan form вот эти сканеры делаются у нас но кузнецкий оказывается в нашем но кузнецкий много чего делается у нас много передовых тем классно так он еще считывает и пол до пол то убирать потом надо будет да там внутри внутреннюю часть все равно надо будет делать так но теперь делаем обратную сторону вот что у нас получается одна половинка картера для работы в программе для 3d моделирования уже прорисовывается но дальше вот эти детали все что нужно мы сканируем погрешность две сотки дадим на метр вот получили скан одной половинки теперь нужно до обработать брать лишнее и получится уже вы часть картера эта часть картера которая нужна именно для нашего коленвала низ низ мы обрежем низ мы сделаем свой и коленвал в общем вся часть дальше покажем как это все будет в 3d инженеринговых программах все это будет переделана с этого скана нам нужны только закладные под коленвал и центра под выходы на цилиндры все больше нам с этого скан больше ничего вот вторая половинка сканируется вот так это получается на экране пока получили точки сейчас будем сканировать уже на изображение сейчас начнет рисовать вот начинает появляться координатам заданных точками появляется изображение формируется так называемая облака . в последствии получается полигональная модель точки соединяются треугольники полигона при обработке полигона дальше получают ну вот сейчас мы сканируем с димой вот эти базовые закладные вот эти и вот эти все остальное лишнее мы обрежем сделаем корректировку на раз уж мы взялись использовать вот этот коленвал который мы изготовили из двух коленвалов то базовую закладную возьмем вот эти вот места для вкладышей и корректировку вот этих отверстий и перефрезеруем так как нам надо то есть получим картер созданы тоже как бы из двух картеров из этого из вот этого сейчас этот тоже оцифрует вот там получается у нас изображение компьютер шипит много занимает да нет ну так он если так дует то у него значит это башка сильно работает видеокарта да вот они технологии современную производство моделирования на чего не марсиане же все делают да обыкновенные люди такие же как мы то что ничего сложного в этом нет ну а просто брать доделать правильно ребята из двух кузнецкой берут и делают сканер изготовлен в новокузнецкой вот этот ну и двигатель мы здесь же сделаем пожалуй наши парни делают собирают сами красота спасибо за сканер парни молодцы вот такой сканер стоит 300 тысяч не полтора два миллиона как буржуйский до 300 тысяч наш российский сканер сделан в новокузнецкий парни красавцы вообще молодцы вот сканирую коленвал это уже готовые изделия скан коленвала делается только для того чтобы его не расчерчивать уже перевести в твердое тело и дать ему размеры для изготовления то есть коленвал уже готов это сохраняем его сканируем для того чтобы расчертить его компьютере ну и упростить его изготовление чтобы чертить его руками лучше его сделать скан да и потом изготавливать уже не из паковки из чушки методов фазеровки чертеж делается вот дима крутит деталь которую мы отсканировали отсканировали на базе этой детали мы будем очерчивать карта сейчас будем делать вторую деталь от их совместить вместе не сможет только в программе вот это мы сканировали одну детальку которая вот на видео сейчас подготовим вторую вот наш коленвал оцифрованный специально приготовлен под чертеж оцифрованный коленвальчик это уже наш коленвал который вот он у нас готовый мы как как шорцы сначала мы сделали коленвала теперь мы делаем чертеж задом наперёд да мы реверс инженеринг задом наперём у нас реверс инженеринг идет сначала мы делаем детали потом по ней делаем чертеж ну так получилось таким поверни его пожалуйста задом поверни задней частью так и теперь снимай крышку дим вот так у нас проходит работа над над блоком и внутреннюю крышку тоже убираю это полностью тоннельный картер для русского мотора изготавливаться он будет из 16 дима сейчас поставь эту крышку пожалуйста вот эту первую крышку поддон уже рассчитан блок рассчитан внутренняя крышка картера рассчитана и внешняя нет нету а первую желтая которая она цепи не будет мешать там площадку не надо снимать но там все равно надо будет снять она я вижу что мешает может быть лучше снять да 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 вот это лучше снять потому что это это пакость она вот она плохую роль может сыграть вот так вот мы по миллиметру грызем металл и подготавливаем все фрезеровку из болгарии пришел спроектированный блок блок проектировали вот этот на основании вот этих вот посадочных мест то есть под тот коленвал которую мы взяли были сканером сняты вот эти параметры центра центра гильз размеры под вкладыши в общем основные параметры картера все остальное дорисовывали сами картер будет разъемный вот так на 10 болтах но 10 болтов на разрыв то есть его форсировать уже особо нельзя поэтому этот картер для этого и куплен был у нас картер будет цельный тоннельного типа то есть такой как на тех же старых уралах здесь будет устанавливаться опора разборная опора под вкладыш спереди будет вкладышная втулка со вкладышем запрессованным здесь у нас это по цепи то есть будут вот эти головы вот этот коленвал промерили вроде все работает вроде все подходит поэтому напечатали вот это было сделано в болгарии напечатано из четырех частей я его склеил в общем то толщина задано было 20 миллиметров специально чтобы можно было отсверливаться в этом мясе под под масляный фильтр отливка сделано здесь утолщение сделано тоже будет прилив металла чтобы можно было провести какие-то каналы здесь будет клапан внутри тоннеля чтобы разрешение и перепады давления в картере отсекались лепестковым клапаном в принципе вот он такой же можно любой от двухтактного двигателя поставить его но тут проектируем сразу под тот клапан который был его поставим будет и масло скидывать лишнее и скидывать потом сапун поставим в общем поддон тоже проектировался с нуля где-то сделан из плат легкий 3d печать масляного объема должно хватить с лихвой для этого двигателя коленвал сюда был примерен в все подходит теперь про кронштейны до заливная горловина она сразу будет и заливной году она рассветливаться будет потом после производства после изготовления это все в металле и она же будет и для щупы и для заливки для сапуна там сверлимся дальше ну чему такой блок надо получить еще в металле для того чтобы все это дело собрать да еще будет переходная под коробку переходная шайба тоже выточена тоже все будет делать с d16t потом я не знаю маслоканалы на сверлим масло нужно подвести к этому цилиндру чтобы это все шло на распредвал здесь еще рубашку на координатном расточить чтобы охлаждался охлаждалась юбка гильзы немного здесь тоннеля отфрезеровать в общем работы здесь еще достаточно это напечатали на 3d принтере для того чтобы понять пощупать чтобы если сделаем сразу в металле чтобы не окарать потому что за вот этот за вот эту деталь только за эту деталь она где-то будет по расчетам в программе где-то 20 килограмм за нее просят больше миллиона изготовить из d16t но это будем пробовать отливать потому что это тоже будет не дешево фрезеровать попробуем и отлить крышки к крышке будут фрезерованные тоже наши ну в общем кронштейны двигателя верхние и нижние то есть 6 точек кронштейна 6 точек крепления ребра добавили на всякий случай чтобы увеличить площадь охлаждения здесь по поддону здесь в общем это несет больше декоративный характер чем все углубления очень чем чем какие-то увеличения площади будем пробовать делать в металле что дальше и покажем все и и и и и и и и